привет друзья и добро пожаловать на мой канал канал f1 стелсик о формуле 1 только что пришла новость о том что вновь возрождается союз команды макларен и поставщика моторов это как раз я сижу в такой рубашке когда еще они были союзниками и у них было плодотворное сотрудничество которое окончилось в 2014 году хорошо это или нет я не знаю когда направо был провал с хондой и невозможность легендарного альянса макларен решила избавиться от хонды и перешла на силовой установки рено однако вот сейчас они тоже это понимаю что хотели бы сосредоточиться на себе потому что как бы это странно не звучало но заводская команда и они двигаются в какую-то сторону вот к смене регламента 2021 года в какой-то стезе и видим макларену это неинтересно либо они хотят возродить легендарный уже союз не макларен honda макларен mercedes которым хакенин и хэминтон стали чемпионами мира вот это все началось с того что рост браун когда звездская команда mercedes возвращалась в чемпионат он захотел отдельно значит независимого поставщика силовых установок в турбоэре и вот таким образом притянул обратно хонду ну как мы знаем он был снят с должности все это провалилась макларен намучился алонсо намучился так что ушел поэтому интересно с другой стороны как макларен к этому ставится честно говоря не знаю но вот mercedes точно я не знаю чем они руководствуют потому что они скорее всего создаете создадут себе 2021 году очень серьезного соперника если они подымут форму аэродинамики плюс неизвестно какой расклад сид будет понятно что они где-то будет в тройка ferrari mclaren ferrari mercedes и redbook где-то будут на высоте однако как могут перемешаться карты после смены регламента это большой вопрос и не создаст ли mercedes себе угрозного соперника со своими силовыми установками в лице макларена это тоже большой вопрос поэтому посмотрим как вы думаете я лично я лично рад этому камбэку этому возвращению легендарной связки макларен mercedes а что думаете вы